Как превратить вашу банальную простую камеру в видео монстра, чтобы даже если вы снимаете котиков, все думали, что вы снимаете фильм для National Geographic, как минимум в этом ролике. Очень, очень долго я ждал эту посылку. Здесь обязательные аксессуары для видео, для вашей камеры, для моей новой, она уже вроде бы не очень новая, но мне до сих пор кажется, что она новая моя камера Sony. Но если у вас другая камера, то в любом случае это все будет для вас полезно. Я уже не один раз рассказывал про аксессуары, но сегодня у нас немножечко другие, те, которые очень нужны, и которых мне так не хватало. Как вы видите, часть вот уже есть, это моя предыдущая камера. А теперь посмотрим, что же у нас здесь есть. Кайф вот этих аксессуаров начинается сразу же, когда вы открыли коробку, потому что здесь все так аккуратненько упаковано вот в эти фирменные крафтовые коробочки, в которых все вот так вот именно, она даже пахнет хорошо, на удивление. Вот они настолько классно подходят к созданию упаковок, что здесь просто все изумительное. Так, достаем потихонечку вот эти вот все вещи, лишнюю коробку убираем, и давайте открывать, наверное, от самого маленького к самому долгожданному, тяжелому и большому. Так, вот у нас такая вот маленькая коробка, и это, насколько я знаю, нет, я не буду гадать, я, конечно, знаю, помню, что я заказал, но мало ли, куда они положили именно, в какую коробочку, это точно. Это то, что нужно каждому, если у вас есть сверху, вы хотите поставить, например, на вашу клетку, монитор или звукозаписывающее оборудование, например, Zoom какой-нибудь, аудиорекордер. Дело в том, что это крепкий такой вот башмак, который прикручивается именно к клетке. Ну, это не башмак, то есть это здесь у нас резьба, которая, в принципе, есть на каждом таком хорошем устройстве. Сейчас мониторами, может быть, я не очень часто пользуюсь, а вот для того, чтобы можно было прицепить и радиосистему на один башмак, и рядом прицепить аудиорекордер, вот это очень нужная вещь. Хотя она настолько крепкая и сильная, что она выдерживает даже большой монитор, огромный монитор с аккумуляторами. Пойдемте дальше, очень полезная штуковина. Дальше. Ну, а этот аксессуар для камеры должен быть практически у каждого. Почему? Потому что сейчас производители камер начали экономить, подэкономливать на ремнях. Это во-первых. Во-вторых, обычно они делают ремни небыстросъемные, то есть ремень у вас фиксируется к камере, и для того, чтобы его снять, а он вам не всегда нужен, например. Например, на электронном стабилизаторе он вам не нужен, иногда в сумке он вам не нужен, иногда вы его берете с собой, иногда нет. Вот это качественный, действительно хороший ремень для камеры, и при этом всем, в том, что его не стыдно на шею надеть, и у вас здесь не будет ничего тереть, как у родных Sony. Sony классные камеры, но ремень там, ну, честно, такое что-то, непонятное что. Вы надеваете к своей камере, цепляете на нее вот такое вот крепление, продеваете в ушки, естественно, оно, получается, образует такой вот узел, и затем в любой момент, в который вам будет нужно, вы буквально за секунду снимаете и надеваете ваш ремень. С родным ремнем это невозможно, и SmallRig делают действительно качественный, то есть он настолько сильный и приятный, что можно повесить прям очень тяжелую камеру. Посмотрите на размер этого ремня, мне прям очень его хотелось, и это можно советовать. Пойдемте дальше, что же еще у нас есть? Интересно, что в комплекте к этому ремню идет еще пятка для штатива, при этом они как-то так не поскромничали, взяли ее и сделали вот такого размера. Я, скорее всего, подозреваю, что это стандартный размер, но удивительно, почему они думают, что у всех штативов именно такая должна быть пятка. Да, ну, надо будет попробовать, на какие штативы подходят. Интересно, что здесь есть две, получается, резьбы, вы можете вот на эту сторону надеть и на эту сторону надеть. Покупали ремень, а получили еще пяточку. Ну, приятный бонус. А вот эта коробочка побольше, но она очень легкая. Что же там внутри? Это, правда, очень крутая вещь, и они не поленились даже вот такую вот маленькую штуку упаковать в прекрасную коробочку и уделить этому внимание, чтобы вам было приятно этим пользоваться. Посмотрите, у меня здесь есть аналог этой вещи. Вот он выглядит так, но он довольно простой и бюджетный. Здесь же у нас материалы намного лучше, намного приятнее. Принцип тот же. Вы надеваете на клетку, продеваете ее вот через специальную, даже металлическую вот такую вот клипсу. Здесь оно все сделано, но я бы не назвал это замшей, но под замшу внутри. То есть такой мягенький, приятный материал. Снаружи из этого же материала вот тут прошиты все швы, сделаны. И здесь такой более холщовый, холщовая ткань. И тут же мы можем продеть ее вот сюда вот, и тогда она у нас замкнется в том числе. Приятная вещь, хорошо сделанная. И, ну, нельзя даже сравнивать с этой. Нельзя сравнивать. Это тоже неплохая, но если вам хочется получать удовольствие от съемки, от того, чем вы пользуетесь, я бы мог советовать вот эту штуку. Мне она действительно нравится. Хотел, долго ее ждал. Сейчас в конце я покажу, как это все будет выглядеть в комплекте. А это прекрасный штатив для камеры. Этот штатив вы можете использовать для стола или для какой-то поверхности, которая у вас есть на улице наверху. Как видите, ноги здесь отворачиваются довольно туго. Вы можете подкрутить, если хотите, с какой силы они будут откручиваться. Смысл в том, чтобы вам не нужны были никакие зажимы. Вы можете вот так вот скрутить их, и при этом они не будут разъезжаться, и штативчик ваш будет повыше. Кстати, вот пяточка, которая шла, она сюда, я уверен, тоже подойдет. Здесь все сделано по-взрослому, то есть, чтобы вы не думали, что это какое-то баловство для мобильного телефона. Это полноценный штатив, в том числе и для видеокамеры или вашего фотоаппарата. Вы можете ослабить сверху. Есть вот такая голова. Сбоку они предусмотрели уровень, который я не уверен, что вам всегда будет нужен, но теоретически он нужен для того, чтобы вы завалили вот эту вот голову на бок и выставили вот так вот вертикально. Ну тогда уже этот уровень, ну, наверное, тогда наверх. Пусть мы его перекрутим. Вот так вот. И тогда уже смысл в этом уровне, вы будете его и видеть, и понимать, как здесь все держится. Прикольно, что даже при том, что это очень маленький штатив, здесь все равно есть возможность сделать панораму вот просто вот так вот. Так, но здесь у нас закручивается. Ага. То есть, можно эту голову и открутить, но вот когда она закручена, при таком вот легком движении панорама получается. Я не уверен, что вы будете при помощи такого штатива делать панораму, но скорее всего, скорее всего, попробуйте. И они это предусмотрели, и это тоже прикольно. Штатив при этом держится вот здесь на резиновых таких накладочках. С одной стороны, мне казалось, что они, может быть, какие-то пластмассовые или твердые, или это металл покрашенный. Нет, это как раз именно резина. И ездить по столу, как вы видите, стол скорее ходит, чем этот штатив куда-то выезжает. Мне нравится, прикольная вещь, качественная. Все, что делает SmallRig, это все обычно качественно, поэтому оно немножечко дороже, чем какой-нибудь китайский ширпотреб. Но при этом вы получаете удовольствие от использования вот этих вещей. Тоже оставлю ссылку на этот штатив в описании, но давайте соберем все вместе, комплект вместе. Я очень долго ждал эту клетку, очень долго, у меня давно есть. Я сразу купил почти клетку на эту камеру, когда я купил. А вот для своей Sony A7C никак не мог ее заказать. Вот так она выглядит. Она, конечно, побольше явно, чем эта. Ну и сама камера, естественно, немного больше. Здесь у нас есть крепление под ручку, ту, которую мы сейчас накрутим. Здесь у нас есть один башмак. Сбоку, как я вам говорил, я прикручу свой зум, чтобы можно было это все соединить. И оно не где-то там лежало, а чтобы у меня оно было сверху. Сбоку, в принципе, прикручивать ничего не надо. И я думаю, что я к самой камере все-таки прикручу. Вот эти все ремень прикручу. А вот ручку непосредственно, конечно, только можно будет прикрутить к клетке. И сейчас вы увидите, как это получится. Кстати, не забываем, что у новых клеток, почему они стали, естественно, немножечко дороже, есть вот такой ключик. Это значит, что теперь для вашего штатива, чтобы прикрутить штатив к клетке, или чтобы прикрутить, естественно, клетку к камере, вы можете отодрать от магнита вот здесь этот ключ и вот так им воспользоваться. Нравится нужная вещь, потому что монетки все время в карманах теряются. Итак, что же у нас в итоге из всего этого получится? Какой комбайн? Итак, мой комплект будет состоять. Я, кстати, сейчас поменял камеру. Пожалуйста, напишите в комментариях картинка, с какой камерой вам понравилась больше. Та, которая была до этого, или вот сейчас я поставил A6500, а снял вот эту камеру со штатива. И помимо этого мы соберем вот это вот все в один момент. У нас будет клетка, которая нужна в первую очередь для того, чтобы защитить камеру, и для того, чтобы ваша камера выглядела круто. Потому что вот так, ну, те, кто не знают, могут подумать, что это какой-то любительский вариант. В клетке это уже будет совсем другое дело, серьезно. У нас есть вот такой штатив, если мы ее захотим поставить, например, на стол. Ремень. Звук. Петличка. Плюс зум. Я хочу надеть все на нее, а не держать где-то. Вот у нас крепление. И один момент. Ну, а вот теперь эта камера из банальной и простой превратилась в удобного видеомонстра, которым в кайф пользоваться. Как вы видите, сверху у нас все размещено. Все рядом. Здесь выходы рядом. Осталось только подсоединить вот этот провод сюда. из аудиорекордера подсоединить провод в камеру. Ну, если вам это нужно. Я обычно это делаю. Так проще синхронизируется звук. Здесь под руку хват. Но даже если я сниму ремень, я смогу вот так держать камеру. С ней ничего не произойдет. Очень удобная фиксация. Она затягивается как нужно. У меня небольшая рука. Но при этом, как вы видите, вот здесь особого люфта нет. И меня это прям радует, потому что в предыдущем таком наручном ремне у меня не получилось это сделать. Там рука довольно гуляет. Ну, наверное, именно из-за особенностей кисти. Также вот мой ремень, который я тоже, в принципе, наверное, сделаю немножечко покороче, чуть позже. И я считаю, что это прям пушка. Очень советую вам посмотреть, сколько это стоит. И на будущее подумать о том, чтобы тоже приобрести нечто подобное. Подобный комплект. Конечно, стоит начинать с клетки, потому что это обязательная вещь, я считаю, для беззеркального фотоаппарата. Потому что они сейчас маленькие. Они сейчас, в общем-то, вот так вот при падении, она хоть как-то его защитит. Не будем говорить, как. Так лучше, чтобы ничего не падало у вас. В этой клетке, что еще интересно, она в том числе может использоваться в качестве площадки. Вот здесь есть у нас такие две направляющие. Если у вас небольшой штатив, то есть вероятность, что она сюда прямо вот без пятки можно ее надевать. Но также у нас здесь есть вот этот ключик, от которого я тоже в безумном восторге, который сюда на магнитике прячется. у нас есть беспроблемный доступ к аккумуляторам. Тоже это важно, чтобы клетка была подогнана хорошо под вашу камеру. Я вижу, что здесь никаких проблем с этим нет. Вот видите, аккумулятор вытаскивается. И точно так же вставляется обратно. Друзья, также я рассказывал о других аксессуарах от SmallRig, потому что считаю, что это очень хорошая фирма и отдаю предпочтение в первую очередь ей. Сейчас на экране вы видите ролик у них в конечной заставке. Обязательно посмотрите, что есть там. А, ну я не надел еще разве что на штатив. Ну вы понимаете, будет это вот так. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok